Скальпель, пакетик, посылка от производителя. Вы на канале Gadgetmania. Мы начинаем. Поехали! Дорогие мои телезрителя, сегодня мы распакуем посылку, в котором будет два, надеюсь, два устройства от компании Huawei. Это будет смартфон и, скорее всего, это будут часы. Ну, в описании, точнее, в названии ролика вы уже знаете, я еще не знаю, вы знаете. Все приезжает курьером, бесплатная доставка, ссылки в описании, надежная гарантия от производителя. И мне даже за это не заплатили, но на самом деле так и есть. У меня постоянно бомбит, потому что присылают вот в таких вот коробках, как бы. Я просто представляю себе лицо довольного клиента. Человек, допустим, сделал заказ на сайте, а ему приходит вот в такой коробульке, без розничной коробки. Но я уже несколько раз вам объяснял и повторюсь еще раз. Вы, если заказываете на сайте Huawei, shophuawei.ru, вы получаете все в розничной упаковке. Вы получаете все новенькое. Вы получаете и зарядки, и все, что положено быть в комплекте. И помимо этого, вы практически всегда получаете за цену устройства еще дополнительные гаджеты в виде каких-то наушников фирменных. Наушников фирменных в виде, может быть, селфи-монопода, селфи-палки, либо пауэрбэнка. В общем, на разные комплекты, на разные устройства, разные дополнительные ништяки. Вы скажете, Паша, можно заказать в Китае на сэкономленные деньги, приобрести все это дело на том же Китае, в том же Китае, на Алиэкспрессе. Я отвечу, окей, можно, но китайцы вам, может быть, и дадут год гарантии. Но я не знаю, я не сталкивался, я не сталкивался просто, как это все дело делается в плане, я просто не понимаю, окей, у тебя сломался, ты купил на Алиэкспресс, к примеру, тот же Huawei, у тебя он, ну не дай бог, сломался через, к примеру, ну, пускай там 10 месяцев. У тебя год гарантии, да? Что ты делаешь? Ты за свои деньги отправляешь посылку, соответственно, господи, сколько скотча. Ты за свои деньги отправляешь посылку в Китай, для того, чтобы они, китайцы, кто тебе продал это устройство, убедились, что ты их не обманываешь, и что на самом деле устройство сломано. Да, окей, здесь у нас вот такой вот пакетик, только немногие не понимают, что отправка мелкого пакета в Китай обойдется вам свыше 1000 рублей, в любом случае, без разницы, где вы живете, а там уже надо смотреть в зависимости от веса, ну, доходит до 2-2,5 тысяч рублей. Вы экономите от 2,5 до 4,5 тысяч рублей, иногда можно побольше, иногда поменьше, но в любом случае, как бы, ну, окей, вы сейчас экономите, а потом это. Я сам покупаю в Китае, сам покупаю в Алиэкспрессе. Друзья, я ни в коем случае не призываюсь покупать только в официальных интернет-магазинах, в частности, с которого мне присылают на обзор, и я потом это дело все возвращаю. Я просто даю вам право выбора, либо вы покупаете с такими ништяками тут, либо вы делаете выбор в сторону Алиэкспресса, может быть, в каких-то других интернет-магазинах в Китае, и как бы потом несете ответственность сами за это. Что бы сделал я? Ну, некоторые устройства я бы купил на Алиэкспрессе, некоторые устройства я бы купил в официалах у Huawei. Итак, друзья, первое устройство сегодня у нас на распаковке от Huawei, это Nova 2. Друзья, мне предлагали Nova 2+, но так как недавно на обзоре у меня был Honor 8 Pro, достаточно большое устройство, я указал это в своем видео, я решил все-таки сменить диагональ, скажем так, и попользоваться айфоноподобным смартфоном. И обычная Nova 2 с очень хорошими характеристиками, которые вы сейчас видите на экране, ничем не будет отличаться, кроме размером дисплея. В принципе, потреблять контент, конечно, лучше с большого экрана, но пользоваться все-таки 5.2 диагональ это самое топовое. В черном цвете первые впечатления об устройстве. Ну, друзья, честно, если смотреть вот так, то мне кажется, это просто айфон 7, а только в айфоне 7 нет двух камер, а здесь есть. Что у нас по состоянию? Конечно же, это гаджет тестируется, присылается от человека к человеку, но черный цвет очень симпатично смотрится. Здесь учли, наверное, все косяки первой новой. Здесь нет никакого подбородка в виде стеклянной вставки, потому что на первой новой это было. И мне, кстати, это нравилось. А сейчас это очень похоже на айфон, действительно, на айфон 7, только здесь две камеры. Две камеры и очень хорошая, говорят, передняя камера. Прислали в этот раз кабель в комплекте, это очень хорошо, потому что у нас здесь USB Type-C. У меня есть в доме USB Type-C пару кабелей, но все-таки хотелось бы, конечно, использовать сторонние. Почему? Потому что надо посмотреть, как это все дело будет заряжаться комплектным кабелем, для того, чтобы вам это все дело рассказать. Давайте сразу расскажу по органам управления. Соответственно, смартфон металлический, скорее всего, он сделан из авиационного алюминия. Диагональ экрана 5,2 дюйма, это Full HD, и этого достаточно даже на 2017 год. С задней стороны смартфона мы можем наблюдать две камеры, которые, скорее всего, вот здесь вот будет информация, насколько они мегапикселей. Есть сканер отпечатка пальцев, при этом это не кнопка, это просто сканер отпечатка. И он здесь очень комфортно смотрится и никаких проблем не вызывает. Конечно же, у нас есть двухтональная светодиодная вспышка. Снизу в черном цвете есть надпись Huawei, о том, что это Huawei. Сами антенны здесь очень элегантно спрятаны в стиле Apple. Конечно же, у нас... Это причем матовый, матовый металл. Он оставляет отпечатки пальцев, но при этом смартфон вообще никак не скользит. Вообще никак не скользит. Спереди у нас защищенное стекло, передняя камера, всевозможные датчики, обязательно динамик. Снизу тоже красуется надпись Huawei. Она тоже никак не режет глаз. И это замечательно. Снизу у нас USB Type-C, скорее всего, версии 2.0. Снизу у нас присутствие 3,5-миллиметрового разъема для наушников. При этом он вообще комфортно здесь смотрится. Микрофон, динамик и сверху у нас дополнительный микрофон. Вообще все шикарно. На левой грани только слот для карточки и карты памяти. На правой грани у нас только клавиши регулировки громкости. При этом очень тугой ход. Офигенное клацание. Вот так вот это все звучит. И клавиша включения-выключения. Она вот приятна. Мелочь. Среднебюджетное устройство стоит порядка 24 тысяч рублей в официальной рознице. В России, а в Китае, конечно же, немножко подешевле. Но при этом здесь просто тупо пахнет премиальностью. Прям вот я чувствую, как он пахнет премиальностью. Друзья, ну первые впечатления о смартфоне очень хорошие. Я не знаю, как себя поведут две этих камеры. Но я думаю, что все будет хорошо. Давайте опять включим-выключим смартфон. Он практически разряжен. Но, в принципе, для распаковки этих впечатлений мне нравится. Мне нравится такой телефон. Мне нравятся его размеры. Я думаю, что он меня не разочарует по железу. Потому что я практически не играю в игры в своем обычном потреблении какого-то контента через смартфон. Но делаю это специально для обзоров. А все остальное он просто будет, скорее всего, выполнять просто на ура. Посмотрим, какие здесь камеры. Мне очень интересно посмотреть, какие здесь камеры. Может быть, сделаю отдельное видео конкретно про камеры. Итак, и второе устройство. Потому что здесь, опять же, не один смартфон. А присутствие фирменных часов от компании Huawei. Huawei Watch вроде как второй версии. Вот с такой вот нелепой белой зарядкой. Я не знаю, идет ли в комплекте такая зарядка вместе с оригинальным. То есть, когда вы покупаете это устройство новым. Но прикольно. Как минимум прикольно. Что у нас по дисплею? Он не поцарапан, потому что часы уже бывшие в употреблении. Скорее всего, здесь защищенное стекло. Ничего не крутится. Присутствие такого эмулятора. Как он называется? Напишите, вот когда на военных часах. Помните, на командирских. Да не только на командирских. Туда-сюда вот это колесико крутилось. Присутствие двух кнопок. Зарядное устройство выглядит таким вот образом. Ничего про них не знаю. Я знаю, что вроде как эти часы должны себя неплохо показать. Все их хвалят. И, наверное, есть за что. Скажем так, конкурент, наверное, Samsung Gear S. Не знаю, как сейчас чувствует себя на рынке LG. Но мне кажется, что, ну, как минимум, они прикольно смотрятся на руке. Такой мужской девайс. Ни в коем случае не женский. Ремешок резиновый. И, в принципе, у них такой, ну, знаете, унитарный такой стиль. То есть, не сказать, чтобы это совсем спортивные часы. Ну, и классическими их тоже не назовешь. То есть, это такой унисекс. То есть, можно одеть и с деловым костюмом, и со спортивными штанами. И поехать, допустим, отдыхать куда-нибудь в горы или еще что-то. Я думаю, с этими часами тоже можно. На руках сидят. Достаточно удобно. Я вижу, что ремешки отстегиваются. Это очень хорошо. В отличие от китайских собратьев. Таких уж совсем второго-третьего эшелона китайцев. У нас обязательно есть разъем под зарядку. Несколько светодиодиков, которые, скорее всего, мониторят ваш пульс. И полное название часов Huawei Watch 2. Made in China. Очень хорошо Huawei Technology. Мне очень интересно протестировать данное устройство. Из органов управления у нас только две кнопки. Скорее всего, часы разряжены в ноль. Ничего я с ними сейчас на распаковке не сделаю. Ну, а нет. Смотрите, включаются. Включаются, друзья. Это очень хорошо. Я даже глотну сейчас кофейку. Пока включается Huawei Watch 2, друзья, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий. Поставьте плюсик или просто напишите, что вы супергерои. Молодец, досмотрели до этого момента. Система у нас Android Wear, скорее всего, или как она там называется, для носимых устройств от компании Google. Происходит вот такая вот загрузка. Прикольно. Я сразу же одену эти часы и, наверное, не буду снимать их на протяжении, только для зарядки, на протяжении, допустим, там, 10 дней. Для того, чтобы потом снять для вас прикольное, красивое видео. Ну, вот и подошло к концу данное видео. С вами был Павел. Два устройства Nova 2, которые очень хорошо внешне смотрятся. Watch 2, которые тоже на руке неплохо сидят. Я обязательно буду тестировать эти гаджеты. Ну, а вы пока пройдите в описании под этим видео для того, чтобы познакомиться с техническими характеристиками и с теми нюансами, которые я мог пропустить на данной распаковке. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, проходите на сайт gadgetmania.ru, пишите свои комментарии, будьте активны под каждым моим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok